Кстати, мы сегодня говорили о советском наследии. У нас есть еще минут 10? Есть, есть. Мы говорили о советском наследии. Вот он, пожалуйста, Штирлиц. Не есть песни даже про Штирлица. Но мы помним все эпизоды из 17 мгновений весны, когда Штирлиц ждет Связнова, который устроит его встречу с женой. И в это время Марии Карелка мы видим кадры из фильма «Девушка моей мечты» — трофейный фильм. Поет она. И так далее. И вот про это будут стихи песни. Вот интересно. Расскажи-ка, дед Семен, Всегда ли было это ощущение Последних и ужасней времен? Когда на Патмосе Свершилось откровение, Оно уже, конечно, было. Но скажи-ка, деда, Было ли оно совсем еще тогда, Давным-давно, Когда за поколением поколения Еще не окультуренных людьев, А криды собирали И корения Охотились на бурых медведев, Питались окунями и лососями, Не задавались глупыми вопросами, Валили зелье, хлебушек, петли, Лечили хвори мазями и травами, А также заклинаниями корявыми И жертвоприношениями кровавыми. Немного было их на пять земли. Хватало места всем на белом свете, И привычно и послушно дни текли. Тысячелетия за тысячелетием, И каждый день похож был на другой. Так, дедушка, Скажи нам, дорогой, Когда же появился этот ужас? Ну все, ку-ку, ребята, Рагнарёк! И этот ужас Был еще к тому же С предчувствием, Что всяк отмерен срок, И ко всему представлена граница Не бесконечен поколений путь. И этот век Не будет вечно длиться, И этот мир пройдет когда-нибудь. Когда мы стали видеть это, Диду, Когда мы стали это понимать, Когда-то мир казался легким, С виду, И были дни просты, Харька поймать, Сварить и съесть, Потом найти другого, Такого же, Похожего, Харька, И думать, что нашли того зверька, Который был до этого проглоченным, Но как-то возродился Из костей, И тоже съесть. А есть хотелось очень, Питок зачатия, И народить детей, И в этом на манеры круговорота Привычно и послушно не текли. Тысячелетия за тысячелетия, Вся жизнь была. Поесть, Поспать, Попить, Опять детей зачатия, Вновь родители. Ну и, конечно, Древняя работа, Которая была им всем нужна, Рыбалка, Собирательство, Охота, Порой с соседним племенем, Война. Вдруг, Надь его, Какого-то Рожна, Вмиг время, Разомкнулась, Стала Вектор, В простой системе Человек, Харек, Откуда ни возьмись, Ахил, И гектор, И прочие, А там и рагнолек Расколет мир На мелкие частицы, Невидимые даже в микроскоп. И толком не успеем мы Проститься, Когда в конце концов Нам скажут стоп, Команда всем процессом Прекратится И схлопнутся. Вот так. А после хлоп И тишина. Так что же там случилось? Какая кошка С мышкой разлучилась? Откуда взялся этот Тарарах? Когда и почему В иных мирах Судьбина человечества решилась? Или где-то Человечество ошиббалось И получило трепет, Боль и страх Себе В неотчужденное Наследство? Тысячелетиями Длилось детство, Как долгий сон. Так кто ж Нас разбудил? И тотчас же С размаху Нас Всадил В зеленовый грунт, Где мы произрастаем Подобием Космических семян. Ну так и вот, Скажи нам, Дядя Сеня, Откуда взялась Эта Асю Сень Последних И ужаснейших Время? И главное, Что делать Детям, Бедным, Когда и чем, И как? Ответь нам, Всем этим пресловутым, Время нам Всегда ужасно И всегда последним. Что делать нам? Ответь на это, Дед! Дай нам ответа! И дает ответ. Но почему? Да потому что нету. Стоит вопрос, Скучает по ответу. И дольше века Длится ракналек, Забвенья, Энтропии И насилия. И песенку В трофейном кинофильме Чуть слышная Поет Морикарек. И дэрнахты Дэрмэйнш Мэйнш Мэйнэллайнен Никто не хочет ночью быть один За нелюбовь при светлом и лунном свете Прекраснее всего, что есть на свете Вы поняли, о чем мы тут? Три-ди! Во-первых, во-вторых, и как бы в-третьих Война штанцу нам, грязайцу нам, зелдышь «Харёк, Рагнарёк и Марико-Лёк» называется это поэма